25 марта, особый день. Мы поздравляем тех, для кого работа поздравляет нас. Сегодня день работников культуры. В Батитах и Кировских целая армия талантливых, идейных и творческих вдохновителей. Именно они добавляют огня и эмоции в городские, сельские, детские и семейные мероприятия. За важную работу, которая поднимает настроение и наполняет жизнь красками, сегодня поблагодарили лучших работников сферы культуры. И в первом репортаже нашего сегодняшнего выпуска – самые яркие моменты праздника праздничных людей. Девочки, привет! Здравствуйте! Привет! У нас остается час. Стюмчики наши забрать красивые. Ведущие Кировского ДК Марина Стош и Андрей Коев – шутники и креативщики. Андрей – человек-праздник, душа любой компании. В апреле отмечает творческий юбилей – 10 лет. Актерскому мастерству научился в родных стенах дворца. Ребенком он проводил здесь время среди танцоров, певцов и костюмеров. Я периодически забегал, то есть, наверное, сколько себя помню. Бегал по коридорам, то есть, практически всех знал, но меня никогда не интересовала культурная жизнь, ни за кулиси, ни сцена. А потом, то есть, уже как-то я стал более, скажем так, взрослый и осознанный, я понял, чем я хочу заниматься. Марина в творческой деятельности 12 лет. Победительница городского конкурса красоты. Сочиняет, режиссирует. Могла стать горным мастером, но после первой недели учебы в ФТК поняла, что хочет быть артисткой и ведущей. На спор с родителями поступила в колледж культуры и блестяще его закончила. Всегда есть волнение, но вот первые пять лет, это вот действительно была паника, особенно в работе с детьми. Потому что, когда ты их не знаешь, когда ты их не чувствуешь, ты их боишься. А сейчас вот прям в удовольствие я с ними работаю, и причем там и с маленькими, и с тинейджерами, подростками. Очень мне нравится. Марина и Андрей – ведущие праздника работников культуры. Под аплодисменты на сцену выходят руководители творческих студий, объединений и кружков, музыканты, балетмейстеры, режиссеры, библиотекари, сотрудники музеев, работники дворца культуры и школы искусств имени Розного, благотворители. Почетные грамоты, благодарственные письма за подписью руководителей города и области, а также подарки от местного отделения партии «Единая Россия» вручает глава Кировска Вадим Турчинов. Отношусь к вам с огромным уважением. Вы те люди, которые делают нашу жизнь яркой. Низкий вам поклон за вас в труд, за то, что вы не устаете делать свою работу. Вы ею живете. Виновников торжества поздравил заместитель директора кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин. Компания «ФосАгро» оказывает поддержку учреждениям культуры. Сергей Вадимович поблагодарил творческих работников за добросовестный труд и высокий профессионализм. Вручил подарки и награды. Прошедший год был, безусловно, тяжелый. Если наши медики стояли на передовой борьбы с коронавирусом, то работники культуры, безусловно, были труженики тыла. Те дистанционные концерты, которые делал дворец культуры, я понимаю, что это было очень тяжело, когда выступающие не видят зрителя. Те дистанционные экскурсии, которые проводили музеи, то дистанционное обучение, которое проводили учителя музыкальной школы и школы искусств, что, безусловно, намного сложнее, чем обычное обучение. Это, безусловно, заслуживает уважения и спасибо им большое. Подарки и грамоты получают, конечно же, и ведущие праздника Марина Стош и Андрей Коев. Со сцены, обращаясь к коллегам, они признались, какая награда главная для всех работников культуры. Любите, творите, мечтайте, воодушевляйтесь, а самое главное, всем нам хороших, благодарных зрителей. С праздником! Ура! Ура! Ура!